И своими смыслами внутренних коммуникаций с нами поделится Евгения Озерная, компания Росгострах. Ой, извини, дорогая, позор, да, Ингострах, Ингострах, еще раз, Ингострах. Спасибо, Анна. Прекрасный суслик. Хотел сказать, боже, где моя презентация? Это не моя, если что. Так, ну что ж, вернем нас немножко в русло от зарплаты, ужасно скучная тема. Давайте поговорим о смыслах с сотрудниками. На самом деле я занимаюсь внутренними коммуникациями с 2006 года, и, в общем-то, для меня, как для внутреннего коммуникатора, очень важно понимать, зачем. То есть, когда ко мне приходит начальник и говорит, давай сделаем вот это, я видел в другой компании, классно собирают отзывы о людях, которые ездили в отпуск, лайфхак, как, так сказать, не напиться в Турции бесплатным алкоголем. Я говорю, классная идея, зачем? В чем смысл? Что это даст нам с точки зрения развития наших стратегических задач нашей компании? Поэтому сегодня я расскажу вам свой, ну, как бы реальный кейс нашей компании. Понятно, что формат конференции TED предполагает, что я расскажу какую-то такую тему, немножко отвлеченную от действительности, какие-то свои умозрительные заключения, но я этого тоже не люблю, потому что вы пришли за смыслом, и, собственно, мне хочется его вам дать. Итак, назвала я свое выступление, дайте сотрудникам смысл, осознанность как инструмент внутренних коммуникаций, и, в общем-то, этот кейс основан на реальных событиях, которые происходили, когда я пришла в компанию Ингострах. Когда я пришла в компанию Ингострах, мы озаботились тем, что у нас миссия и ценности компании, которые совершенно недавно выпущены, они не принимаются сотрудниками. То есть наши сотрудники как-то очень аморфно разделяют вот эти вот странные, выверенные фразы, которые звучат как «мы делаем мир лучше», это миссия наша, и наши ценности – это «совершенствуем себя», «совершенствуем команду», «совершенствуем бизнес», «совершенствуем мир». Во-первых, это очень назидательно, то есть, да, ты совершенствуй или умри, как бы, да, или совершенствуй или несовершенствуй, да, или «я делаю мир лучше», что я делаю для того, чтобы сделать мир лучше, да. Я встаю и улыбаюсь, не наступаю в метро бабушкам на ногу, приоткрываю дверь кому-то, да, непонятно. Вот, поэтому я стала думать о том, каким образом вообще эту всю историю продвинуть, прежде всего для себя, потому что, конечно, внутренний коммуникатор, для того, чтобы продать что-то своим сотрудникам, он должен в это поверить. То есть мы такие хорошие продажники, мы должны верить в тот товар, который продаем. Я должна разделить этот смысл у себя в голове, прежде чем внедрить его в голову моих сотрудников, потому что иначе так не работает. Так вот, собственно, суть оказалась в чем? Я подумала о том, что я, в общем-то, уже не работаю с девяти до шести. Мы с вами, никто не работает с девяти до шести. Мы с вами работаем постоянно, да, мы с вами работаем 24 на 7. У нас есть корпоративные мессенджеры, у нас есть почта удаленная, у меня есть чаты со всеми проектными командами в разных, в нескольких мессенджерах, да. Понятно, что я не засыпаю, пока я не проверю, согласован ли пресс-релиз, не знаю, там, что-то мне написал начальник мой, да, будет ли у меня завтра встреча и так далее. Мы с вами понимаем, что мы живем на работе, мы проживаем свою жизнь работая. Зачем? Почему мы проживаем свою жизнь именно в этой компании, да, что нам это дает? И, собственно, когда я думала об этом, вот, собственно, этот прекрасный слайд, как я проживаю жизнь на работе, сижу такая проживаю, вот. И, в общем-то, подумалось, что на самом деле уже очень многие исследования говорят о том, что человек счастлив в деятельности. Ну, это, в общем-то, такая изначальная история, да, счастье — это состояние удовлетворенности чем? Результатами деятельности, условиями бытия, полнотой и осмысленностью действий, деятельности, выполнением своего предназначения. И получается, что, в общем-то, мы с вами становимся счастливыми, когда мы действуем. Никто не становится счастливым, когда он сидит на диване. Нет, я становлюсь счастливой, когда сижу на диване, после того, как сделала много чего полезного в этой жизни. Но надо сначала сделать, да, а иначе просто я буду несчастной на диване. Итак, два дня в своей жизни, в твоей жизни самый важный. День, когда ты родился и день, когда ты понял, зачем. Собственно, всякая ли деятельность делает нас с вами счастливыми? Ну, да, всякая деятельность, ну, как вы думаете? Вот мне тоже кажется, что нет, да? Ну, я думаю, что деятельность делает нас счастливыми та, которая позволяет нам чувствовать себя нужными, важными, полезными обществу. Соответственно, тогда появляется осознанность. Осознанность появляется… Мне так нравится этот слайд, посмотрите, как летит маяк и вот это море. Прекрасно. Итак, осознанность. Давайте определимся в понятиях просто. Осознанность — это когда. Я явно осознаю, что я делаю, зачем, почему именно так. Да? Отчетливо воспринимаю себя и реальность. Осознаю свои чувства, эмоции и отношения. Сейчас, все насладились морем. Так сразу захотелось, да? Вот, вот. Итак, отсюда следует, что, в общем-то, каторгой называют работу, которая лишена смысл. Ребят, это правда очень важно понимать, зачем ты это делаешь. Как только мы начинаем понимать, зачем мы это делаем, сразу начинается вот такая история. В самом низу, на базовом уровне нашей прекрасной пирамиды, почти что масло, повышение осознанности, понимание смысла в работе, оно нам что понимает? Что нам дает? Оно нам дает понимание своего дела, да? Мы повышаем осознанность, мы понимаем, зачем мы это делаем, и мы стараемся лучше разобраться в том, что мы с вами делаем. Отсюда появляется некая предпринимательская модель поведения, когда мы с вами хорошо понимаем, что мы делаем, мы начинаем понимать, как лучше это сделать, правильно? Мы начинаем вообще думать об этом. Дальше, когда мы начинаем думать о том, чтобы что-нибудь лучше сделать, Мы повышаем свою увлеченность, естественно, в это дело, потому что мы туда ныряем с ногами практически и становимся преданными тому, что мы делаем, потому что, в общем-то, мы болеем тем, что мы делаем на самом деле. От этого, конечно же, несомненно, повышается эффективность и качество нашей работы, потому что если я болею то, чем я делаю, я развиваюсь профессионально, мне хочется вложить как можно больше таланта в то, что я делаю, и от этого, конечно же, повышается эффективность и качество моей работы. Ну и, соответственно, дальше все очень просто. Я достигаю свои личные цели и цели корпоративной стратегии, ну просто потому что если мы говорим о человеке, который работает на корпорацию, соответственно, конечно же, в любой работе, когда он достигает своих профессиональных целей, достигаются и цели корпорации в том числе, потому что, грубо говоря, я работаю над тем, чтобы сделать свою корпорацию более успешной. То есть заработать бизнесу деньги в том числе, ну и, соответственно, достичь каких-то личных и корпоративных стратегий. И вот, что мы придумали. Я подумала, где тогда здесь вот в разрезе этой всей философии, где здесь вообще ингострах. А ингострах здесь вот где. Так как мы делаем мир лучше, это наша корпоративная миссия, мы подумали о том, что, в общем-то, у нас на самом деле в обществе с вами не особо развита культура страхования. Когда мы страхуемся? Когда это необходимо, да? Ну, грубо говоря, когда нас вынуждают это делать. То есть мы покупаем в России, когда страхуются? Тебе навязала ОСАГО, тебе навязало государство, да? Тебе навязал визовый центр страховку туристическую. Когда мы осознанно страхуемся? Да, или когда что-то случилось. Когда кто-то умер, простите, да? Или когда кто-то разбился, или что-то затопилось, или чего-то, да? Когда случился какой-то ужас ужасный. Мы такие, блин, надо застраховаться, черт. Вот как раз-таки, если мы не понимаем, зачем страховаться в российском обществе, то ребята из других европейских стран, они не понимают, как можно не страховаться. То есть, грубо говоря, мы сейчас в Питере открыли Hard Rock Cafe. Ну, не мы открыли, а те ребята, которые открывают Hard Rock Cafe. А мы застраховали куртку Стинга. Долго ржали над пресс-релизом, потому что для нас непонятно, нафига страховать куртку Стинга. А для них непонятно, как можно не застраховать куртку Стинга. Это же куртка Стинга. То есть мы понимаем, что культуры страхования в России нет. У меня даже в голове, я работаю в страховой компании, нет этого осознания. И у моих сотрудников, которые сейчас продвигают эту культуру страхования, тоже оно не всегда есть. Соответственно, мы делаем мир лучше через что? Через то, чтобы рассказать, донести нашему обществу эту очень простую вещь, очень простую мысль о том, что страхование — это не ограничение нашей свободы. Это как раз-таки делает нас свободными. То есть это позволяет нам обезопасить себя для того, чтобы делать какие-то свои ежедневные дела и не беспокоиться о тех вещах, о которых можно не беспокоиться. Собственно, это все для этого. Для того, чтобы делать мир лучше, наверное, нужно любить свое дело. Платформа бренда, которая написала на маркетинг, называется «Влюбленные в свое дело». Я долго думала, с какой стороны это все пристроить к этим смыслам. Пристраиваться очень легко на самом деле. Пристраиваться это таким образом, что человек, который любит свое дело, мы помним вот эту табличку прекрасную, он, собственно, предан своему делу и эффективен, и качественно работает. Он влюблен в то, что он делает. Он действительно хочет это делать. Соответственно, для того, чтобы делать хорошо свое дело, нужно совершенствоваться. Мы начинаем себя, совершенствуем себя, команду, бизнес и, соответственно, мир, и все вместе делаем мир лучше. Собственно, таким образом мы и завязали всю эту тему со смыслами. И прямо сейчас перескочу. И заканчиваю. Анна мне уже машет руками. Поэтому последний мой прекрасный слайд. Спасибо вам за внимание. И живите осознанной жизнью, будьте счастливы. Ну и не забывайте страховаться, конечно же, в ингострахе, Анна. Да, я осознала всю глубину. Ну что же, спасибо, Женя. В тайминг ты, конечно, немножко не уложилась. Никогда не укладываюсь, простите. Поэтому вопросы в кулуарах. Давайте похлопаем. И возьмем себе на заметку историю про осознанность. HR Media. Сообщество профессионалов. Прямые эфиры. Круглосуточное HR-радио. И Медиапортал.